Следующая преподаватель с конференцией Мехенди Кон это прекрасная Аня. Ань, расскажи, пожалуйста, из какого ты города и как давно ты занимаешься в Мехенди? Я из Киева, Украина. Занимаюсь росписью с 2012 года, то есть уже примерно, ну, больше пяти лет. Вот, это моя основная занятость, и я, ну, в общем-то, вся моя работа так или иначе связана с Мехенди, всей проектом. Что тебя привело в это искусство? На самом деле, ну, роспись на теле, конечно же, я видела очень давно, по телевизору, там, в индийских фильмах, да, как многие говорят, ну, то есть, в принципе, была знакома с этим искусством, но первый раз мне нарисовали роспись в Крыму, как раз летом 2012 года, ну, нарисовали так ужасненько, что я поняла, что надо научиться рисовать, ну, хотя бы для себя. Да, ну, само ощущение росписи на теле мне очень понравилось. Вот, и уже по приезду из Крыма, то есть, в, ну, я приехала в июле, в августе я уже заказала свою первую ухну и начала рисовать себе. Потом я рисовала друзьям, позже появились клиенты, которые были друзья друзей. Со временем я уже начала заниматься, ну, скажем так, брала за роспись какие-то деньги первые, и, ну, по сути, это были первые заработки. А как твои близкие отнеслись к тому, что ты начала увлекаться мехенди? Ой, на самом деле, меня всегда в этом плане очень поддерживают родители и молодой человек, и когда я, ну, начала рисовать еще будучи в университете, то, ну, вообще, в принципе, вполне с радостью, у меня родители всегда поддерживали в плане того, что, ну, хорошо стараться заработать, особенно, ну, хорошими путями, все-таки мехенди – это прекрасно на самом деле, вот. Вот, но когда даже стал вопрос об уходе с основной работы, то есть с офисной работы, которая, ну, знаете, это всегда очень страшно, потому что это видимость стабильности какая-то, то есть пойти на вольные хлеба, многие родители были бы, конечно, в шоке, многих родителей многих коллег были в шоке, когда они шли к такому шагу. Но когда я позвонила своему папе и спросила, пап, ну, что мне делать? Он мне сказал, если тебе не нравится на твоей работе, то прям завтра вот ты пишешь заявление, и ты уходишь, и будешь делать то, что тебе нравится. И, ну, на самом деле, я прям рассказываю, у меня мурашки по коже. Я родителям очень благодарна, потому что мне было очень страшно, и, возможно, ну, если бы они это не поддержали решение, то я бы не решилась, вот, то есть благодаря им мне удалось прийти к тому, что я действительно люблю. Это очень здорово, это прям очень круто. Как ты видишь свое дальнейшее развитие в Мехензи? Ну, после твоей лекции я поняла, что мне надо как минимум сделать логотип. Вот это минимум, с которого нужно начать. Действительно, я поняла, что я не работаю над брендом, как и таковым, потому что я, ну, у меня есть магазин, у меня есть студия росписи, я веду мастер-классы, ну, опять же, мастер-классы только такого формата, как мне нравится, ну, то есть не все виды, там, обучения, вот, но это все не объединено в единую структуру, нет единого, ну, нет общего позиционирования, и я вот как раз, было много мыслей, я их приведу в порядок, и думаю, вот как раз на основе этого курса я займусь вот в этом направлении работы. Как приятно! Ты обучалась у кого-нибудь? Нет, когда я училась рисовать, на самом деле, ну, я жила на тот момент еще в Донецке, это мой родной город, и тогда у нас никто не рисовал мехенди, и, ну, собственно, ни у кого было научиться, только можно было ехать за рубеж, но, будучи студенткой, я поначалу, как я сказала, относилась к этому как хобби, то есть не было тоже денег на это, вот, то есть я училась сама, и вот год назад я прошла, ну, как бы, единственный мастер-класс на тот момент у Татьяны Килинской, которая приезжала в Киев, и вот уже сейчас здесь, на мехенди-коне я тоже прошла уже много, получается, мастер-классов. Здорово! Что ты посоветуешь людям, которые делают первые шаги в этом искусстве? В первую очередь я посоветую им, конечно же, ну, поскольку у них уже есть возможность обучаться, то проходить обучение, ну, хотя бы вот ваша школа, в первую очередь, онлайн-школа, которая дает хорошее базовое обучение, я бы посоветовала, конечно же, это использование хороших, качественных, свежих материалов, опять же, у современного начинающего на это больше возможностей, чем у нас, когда мы учились рисовать, не было доступа к хорошим материалам свежим, вот, и, конечно же, это, ну, делать то, что нравится, рисовать только то, что нравится, я сама, в общем-то, так делаю, я, ну, не наступаю себе на горло, не делаю эту работу, которая мне не нравится, и не рисую то, что мне, ну, не очень приятно, вот, того же всем советую и сегодня желаю. О чем ты рассказывала на конференции, твой мастер-класс был? Ой, это, на самом деле, моя любимая тема, самозмезд, это единственный мастер-класс, который я веду, в общем-то, очень в Киеве, это единственное направление, по которому я на данный момент обучаю, опять же, то, что мне нравится, я не очень люблю и умею рисовать, возможно, в силу отсутствия художественного образования, ну, как бы, нет возможности правильно сформулировать это. Не скромничай. Ну, блин, образования нет, вот, и, ну, то есть, я рассказываю про самозмезд, то, что мне очень нравится, и про Хенгуа, то есть, как раз то, что актуально для всех начинающих. Ну, особенно в современном мире, да, прям очень актуально сейчас. Как тебе результаты участниц? Ну, для меня самое главное, конечно, то, что участницы довольны, и то, что многие получили стимул, ну, многие, я получала обратную связь, что многие не решались по каким-то причинам или что-то не получалось, и я очень рада, что, по крайней мере, они получили ответы на вопросы, которые у них возникали, что, возможно, они узнали что-то новое для себя, то есть все мы учимся постоянно, все узнаем новое, и даже, ну, возможно, опытные мастера, которые уже рисуют и работают с и замесом, возможно, они что-то для себя узнали, и для меня это, конечно, самое важное. Ну и последний вопрос. Что тебе больше всего понравилось на конференции? Мне очень понравился подбор спикеров, то есть это определенно те люди, к которым и мне хотелось бы приехать. Мне очень понравились выбранные темы лекции, ведь мастера, в принципе, все с опытом, ну не в принципе, а все определенно с опытом, и есть широкий спектр того, что я хотела бы от них услышать и узнать, но мне кажется, темы подобраны очень удачно, и лекционная часть, мне кажется, она очень-очень хорошая. Спасибо тебе большое. Все, дайте обниму.